В Лобни завершилась первая половина соревнований первенства России по фехтованию. На шпагах соревновались девочки и, как всегда, в этом видеоружие, преодолев высочайшую конкуренцию, четыре из них дошли до полуфиналов. Первыми на подиум вышли прошлогодняя победительница Айзонат Муртазаева и Анастасия Балягина. Несмотря на больший опыт Муртазаевой, Анастасия Балягина с первых уколов создала себе отрыв и в дальнейшем не позволила сопернице догнать себя и одержала красивую победу. Вторыми на подиум вышли москвичка Диана Александрова и представительница Татарстана Наталья Туракалина. Абсолютно равный до первого перерыва бой плавно перешел в руки Александрове, которая сразу после начала заключительного периода нанесла три подряд победных укола. В финальном поединке обеим соперницам довелось побывать в роли и догоняющей, и отстающей, но если после первого перерыва выпрямить бой в свою пользу смогла Александрова, то во втором наставление тренера завели Анастасию Балягину, которая счет 7-8 превратила в победный для себя 12-9. Поздравляю тебя еще раз. Расскажи, насколько тяжело было сегодня добраться до подиума? Ну, каждое соревнование было тяжело, и эти тоже. Сначала как-то не получалось, я не верила в себя, но потом мне тренер все объяснил и сказал, и дальше пошло все лучше и лучше. Просто стала верить в себя. Полуфинальный бой, очень тяжелая соперница, хорошо знакома с Айзанат, наверное, да? Очень красивый поединок, еще чего получилось победить? Ну, тоже было, конечно, трудно. Она очень достойная соперница. Как бы трудно. Мы как бы с тренером все разбирали, ну и получилось в дальнейшем бою. А финальный бой, расскажи, как для тебя сложился? Ну, конечно, тоже было трудно, но был полегче, чем с Айзанат. Ну, все-таки я поверила в себя и выиграла. Заметила, что ты оба этих боя провела на своей половине дорожки все время. Это твоя тактика, так как специально заманивать соперницы на себя? Ну, в принципе, да. С этими соперницами просто надо так фехтовать. И я фехтовала на этом. В целом, довольна своим фехтованием сегодня? Ну, в принципе, я каждый раз довольна, но в этот раз у меня хорошо получилось. И я довольна. Очень. Какие теперь цели и задачи? Ну, как бы цель добиться многого, конечно. Ну, сначала там, ну, больше добиться, а дальше как пойдет. Участвовать в кадетском турнире на чемпионате России не планируешь? Ну, конечно, планирую, но это как пойдет. Посмотрим. Поздравляю тебя еще раз. Спасибо тебе большое. Ну, а знаменитый в прошлом шпажист Алексей Селин, тренирующий победительницу, рассказал о том, как переживал за свою подопечную. Алексей Валентинович, поздравляю вас с победой вашей подопечной. Сегодня вы, проявляя столько эмоций, словно сами вернулись на дорожку. Расскажите о ваших впечатлениях, переживаниях. Ну, я так, наверное, не нервничал никогда, даже когда спортом занимался профессионально. То есть для меня раньше бы за обход двойку выиграл, вроде посидел, подождал следующий бой и дальше. Здесь, конечно, эмоции переполняют. Тем более для девочки были результаты до этого, но такой весомый был результат именно сегодня. Получилось так, что именно сошлось, набрало форму очень хорошую. Хотя были претензии на тренировке. Ну, вроде все выполнилось, всю программу, всю установку выполнил. Сложилось впечатление, что для вас это такой главный, наверное, турнир на этом периоде? Ну, скажем так, это один из главных турниров такого шага, заявки. Потому что, когда я сейчас стал директором школы, и когда я пришел директором школы, ну, когда меня назначили директором школы, на тот момент результат очень сильно упал у школы. И сейчас вернуть школу на былые успехи, это самая основа. Так как у нас школа старая, 50 лет в этом году юбилей. И результат у нас один из самых сильных в стране. И вот этот результат, вернуть тот самый именно результат весомый, как раз задача сейчас у нас. Какие теперь ближайшие планы по выступлениям Насти? Может быть, первенство России среди кадетов? Для начала она, пускай, отойдет от их соревнований, переборет себя. Там тоже будут психологические проблемы определенные. Если она их переборет, то у нее, конечно, будет шанс бороться и на первенство России среди кадетов. Хотя, пока она еще молодая. Ей рано еще, в принципе, об этом думать. Пускай лучше думает о том, как побеждать пока своих сверстников. А остальное потом придет. Сегодняшний день включал в себя все. И радость побед, и разочарование, и накал борьбы, и неожиданные результаты. Ну а завтра нас ждет не менее интересные соревнования по шпаге среди мальчиков.